Снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Как видите, сегодня я нахожусь на парковке торгового центра Эйв, он же Кайнс, Гарден Центр здесь, Диайвай, Дайсо, рестораны. Ну а нас интересует в данном случае это магазин Хардов, Офф Хаус. Это серия магазинов Буков, только здесь расположены товары для дома, также разные диски и всякие электронные оборудования. Аксессуары для дома в том числе, игрушки там для детей есть. В общем, есть на что посмотреть. Да, сегодня будет небольшой такой обзор магазинчика. Вообще, на самом деле, не важно, где он именно находится, можно в любой магазин приехать. Просто покажу, какие цены, что вообще продается. И так в целом пройдусь по магазину, поснимаю немного. Думаю, вам будет интересно, что погнали. Вот мы зашли, начинаем, значит, с айпадов. Айподов, точнее, да. Волкманы, 300-ый там, Apple. Ну это вот, айпод, Touch. Колоннышки JBL. Ну цены я не буду называть, сами смотрите, тут это все в йенах. Также приставки. Game Boy Advance. Color. Там подобное, если кто вот интересуется ретро-геймингом. Здесь, кстати, можно себе взять в очень хорошем состоянии приставку или аксессуары к ней. Также вот батарейки для этих самых PlayStation. Это от Portable. И карты памяти. Nintendo. Эти 3DS-ки. LL или обычные. Джойстики. Контроллеры разные. В общем, даже свитчи есть. Neo Geo. Neo Geo, кстати, очень редкая вещь. Neo Geo Limited Edition, причем здесь. 66 тысяч стоит. Есть, кстати, даже PS4. Ну то есть PlayStation 4. Финалка 15. И Death Stranding. Тоже PS4. Крошка. Ну а Animal Crossing. Вот, кстати, я себе брал такой вот для жены. Switch. Animal Crossing с игрой уже идет. Прикольно. Дизайн такой интересный. Ну и мини всякие Nintendo. Ну это, я думаю, и так вы знаете про них, да? Что тут? Что вам показывать, да? Тут далее идет уже про машины. Для машин всякие аксессуары. Мониторы, зеркала и тому подобное. С этой стороны кейсы для Switch Lite и тому подобное. Здесь, кстати, цены такие средненькие. Игры PlayStation 4, 4400, Switchy, игры. Ну в принципе, в среднем где-то цена от 1000 до 6000, кстати. Твитти, да, за эту. Брос. PlayStation 4. Ну игры, кстати, все оригинальные. Лицензионные. Это не пиратские. Вот видите, здесь большой вебер-игр. PlayStation 2, 3, 4. Ну то есть есть на что посмотреть. Даже вишка есть. Смотри-ка. Можно, кстати, Vii взять. За 300 рублей. За 300 йен. Splatoon. Minecraft. Zelda. Zelda. Briss Evald. 4000 стоит. Скажи, новая вышла Zelda. Я думаю, вы знаете. Тут она, кстати, тоже, по-моему, была где-то. Вот Triangle Strategy, кстати, хорошая вещь. Даже есть этот самый сборник из двух финалов, седьмой и восьмой. Это для любителей Stradio Valley. Но в eShop она стоит 2000 всего. Что-то здесь прям за 8. Ну, видим, какое-то коллекционное издание, я не знаю. Возможно, кому-то будет интересно. Sims 4 тут что только нет. В общем, ладно, погнали дальше. А вот, кстати, Super Famicom эти картриджи. Это вообще редкая вещь. Особенно они еще и закрыты. Я думаю, здесь собраны такие самые популярные. Потом обычный Famicom. Ну, цены, видите, за хорошую игру цена приличная. Где-то под 4000 йен за картридж. Есть даже за 11000 йен. Не знаю, не видно название, закрыто. Но те, кто в курсе, они, думаю, найдут эту игру, если им интересно. Contra за 6000. Также картриджи для Super Famicom, это, как он, Game Boy, да, Game Boy, 3DS-ки. В среднем цена здесь за картриджи-то 2000. Ну, смотри, какая игра, я не знаю, там есть ли старая игра. Она подешевле, новая, чуть подороже идет. Вот, Game Boy снизу идут. Где-то за Game Boy цена за игру где-то 4000 в среднем. Там всякие Kirby, Dragon Quest и тому подобное. В общем, кому надо, загляните. О, здесь уже подешевле пошли. Тетрис, вот, 300 йен Тетрис. Ну, здесь все картриджи, все проверено, все рабочие. Сейчас пойдем посмотрим другое отделение. Здесь, кстати, это музыка. Все, кому интересно. Вот, AKB 48. Это мы засмотрим. Вот, 800 йен. Лицензионный диск. Ну, если так, фанаты есть, как бы, можете дойти, глянуть недорого. А нас интересует вот этот раздел Junk. Обычно сюда все приходят. Как бы, здесь такая, скажем, лотерея. Можно взять хорошую вещь, недорогую. Либо же взять недорого, неработающую вещь. Тут как повезет. Поэтому надо смотреть, выбирать. Это очень, как бы, все на ваш страх и риск. Что ж, пойдем посмотрим. Что же тут есть? Так, здесь пока он винилки смотрит. Кстати, винил 100 йен. Вот этот. 100 йен, это 50 рублей на наши деньги. За пластинку 50 рублей. Ну, там надо смотреть качество, я говорю. Это все так. Здесь, как бы, есть и вот упакованные уже вещи. Они есть в хорошем качестве, в хорошем состоянии. А есть вот всякие усилители, колонки. Я думаю, будет вам интересно глянуть. Ну, музыкальный центр, я думаю, навряд ли вас интересует. Это уже такой прошлый век вот. А вот усилки или проигрыватели пластинок, в принципе, неплохая вещь. Сейчас очень популярны в Японии вот эти направления. Именно винила и там всякие хорошего качества звук. Так, а здесь еще у нас камеры. Вот видите, даже есть такие вот ретро-камеры. Нолта. Вот там внизу еще камера. Объективы. Никон. Вот фотокамеры. Никон, вот, пожалуйста, 300 йен за камеру. Вот эта зеркалка, я не знаю. Объективы к ним тоже по 300 йен за штуку. Что еще? Тут колонки разные. Проигрыватели пошли. Здесь реально можно найти даже такие антиквариаты, вот как принтеры матричные, всякие печатные машинки. Если кому надо там. Кстати, цена на них, конечно, космическая, блин. Я не знаю, кому она еще понадобится. Это печатная машина. Кассовый аппарат. Ну. Так, давайте. А, вот это вообще, как бы, прикольная штука. Там внутри прям это. О, ретро. Сейчас. Доберемся. Значит, джойстики. Начнем джойстики. PlayStation 4 джойстик стоит по 2 тысячи, по 2 с половиной тысячи. Видите? Это уже джанк, уже отдел. Здесь, как бы, могут работать, могут какие-то дефекты быть. Я не знаю. Возможно, какие-то кнопки не работайте. Либо кабель там чуть-чуть это... Подходить. Ну, то есть, надо смотреть. Айподы разные. По тысяче, по полторы йен тут. Что только нет. Оригинальная Nintendo. Фамилия компьютер. 8 тысяч. Ну, кстати, дороговато. Можно и подешевле найти. Есть и этот геймбой. Это пакет. Покет. Маленький. Ладно. Пойдем посмотрим. Сейчас здесь диски. Вот здесь, кстати, надо смотреть. Вот смотрите. Здесь такое открываем. Вроде написано по 100 йен, да? Но если мы возьмем какой-то джойстик, ну, тут 500 йен, да? Какой-то там, к примеру, 500 йен. Вот от первой сонки тоже 500 йен. Есть в хорошем состоянии. Есть вот такие немного... Немного подэтованные. Вот тоже от первой сонки за 300 йен. Ну, поджелтевшие. Но это ничего страшного. Надо смотреть просто. Подключать. Работает он, не работает. Вот, кстати, для второй сонки комплект. Еще пульт. За 500 йен. Ну, не знаю, если надо, кому. Dragon Ball Z. И тут какая-то зарядка. Или что-то такое. Баттл. Такан. Ну, видимо, какая-то штука для игры по сети. Я не знаю. Хрену узнать. Во, кстати. Вот эта вещь. Вот они все, как бы, для DS-ки. Тут каприджи по 100 йен. Все это по 100 йен. Для Game Boy Color. Вот, пожалуйста, видите. Вот одна штука 100 йен. То есть 50 рублей на нашу. 110 йен. Если быть точным. Vita, вот, видите. Vita тут. Что только нет. Потом вот для PSP разные диски, да. Для Nintendo DS уже вот в упаковке. Если кому надо, уже в упаковке можно себе подобрать. Вишка тоже в упаковке. Ну, к примеру, что возьмем. Давайте вот. V-Fit. Вот. Там, что. Вот, пожалуйста, книга. Все, диск на месте. Выглядит вроде как новый. Но диск надо сам смотреть. Возможно, диск будет немного поврежден. Или еще что-то. Monster Hunter. Вот, пожалуйста, 4. Упаковка. Ну, прям здесь можно взять и это. Давайте посмотрим здесь. PS2, PS3. Да. Примеры. Вот, смотрите. Я не знаю, кто там интересуется. Вот финалка. 13-я. Коробка. Все. В документации. Все в комплекте. Сейчас посмотрим диск. Если получится. Если вы его вытащите оттуда. Диск немного. Вон, треснутые. Да. Вот, я говорю, надо смотреть. Если диск в хорошем состоянии, то, в принципе, можно взять. Если хреновое состояние, то нафиг он такой не нужен. Ну, PlayStation 2, например. Что здесь есть интересного? Из таких вот. Ну, вот, опять же, для финалка, да, 12-я. А 10-я, вторая часть. С книжкой, со всем. Сам диск. Ну, как новый практически. То есть, без повреждений вообще ни царапин, ничего нет. Сто йен стоит. Если кому надо, приходите, покупайте. Тут финалка. Вот это 10-2. И также вот 10-я. Вот 10-я. Гранд Туризма. Третья. Ну, тут для второй плойки вообще дофига всего. Можно прям себе целую коллекцию набрать. Видите, здесь вот 12-я. Вот, кстати, Сан Куку. Вот эта игрушка. Сан Гоку Мисоу. Типа слэшер. Ну, там это, как бы, RPG-стратегия. Бегаешь там. Гранд Туризма, аспект, вот, в розовой упаковке. То есть, что только нет. Можно найти, кстати, очень хорошие вещи, недорогие. По 100-я, как бы все здесь. Ну, если покопаться, я думаю, надо, можно что-то вытащить. Я здесь и Devil May Cry находил, и Resident Evil. Ну, как он в Японии называется, Biohazard. Что еще? Вот One Piece. Например, сектор любителей японских игр. Игры. Вот One Piece. На плойку. Вторую. Поиграть в Dragon Ball. Dragon Ball тоже популярная игрушка. Третья. Вот. 100 йен стоит. Все по 100 йен. Что еще тут интересно? Ну, VHS, я думаю, вас не интересует. Тем более, это на японском языке. Ну, как бы любители, возможно, найдутся. Ну, вот, винил. Винил, да? А, винил. Или мини-диск. А, это лазер-диск. Нет, это не винил. Это лазер-диски. А есть еще и винил. Ну, тут разные провода. Как бы все тоже по 100 йен. Вот за один провод 100 йен. Если вас какой-то провод интересует, зашли, нашли здесь провод, проверили, работали, все купили. Ну, тоже здесь диски. Даже есть кассеты, посмотрите. Ну, это вообще прям ретро. Таких кассет уже сейчас хрен найдешь. Тем более, если еще хорошего качества. Кассеты. Давай посмотрим. Рекорд. Бэтмен. Returns. О, нифига себе. Вот это тут вещи. Видите, раньше они стоили по 3000 йен. А сейчас по 100 йен отдают. Вот здесь тут, блин, тут большая коробочка. Я думаю, тут есть из чего выбрать. Любители коллекции. Ладно, погнали дальше. Че, мы зацикливаемся на этих всех вещах, да? Не будем. Всякие наборы для хобби. Это любители склеивать разные вещи. Ну, пожалуйста, тут роботы. Их склеиваешь, там раскрашиваешь. Это все. Вот они так вот выглядят внутри. Некоторые уже покрашены, некоторые надо самому красить. Это хобби такое. Здесь, да, в Японии очень популярно тоже. Сокий пластик тоже подают. Проекторы. Здесь недорого, по 5000 йен можно. Телевизоры. Соника, это 4К телевизор 13-го года, 66 тысяч. Ну, колонки, в принципе, неплохие здесь на нем. Большой телевизор. Panasonic, Panasonic. Да, есть на что посмотреть. Тут и даже фигурки есть, если вам нужны фигурки. О, всякие вот такие вот интересные. А если честно, я не фанат, как бы, аниме всяких фигурок. Но я думаю, найдутся люди, кому это интересно. Даже есть R2-D2, вот эти из Звездных войн фигурки. Куча детских игрушек. Тут и мягкие, и твердые. К примеру, вот. Я даже не знаю, это какая-то прям квест, не знаю, прям на стол. Можно поиграть, но. Ладно, погнали, посмотрим еще что. Есть посуда разная. Тиквар тут. Можно сказать, что антиквариат уже. Потому что здесь реально она очень старая. Ну, есть и хорошие. Таких вот наборов разных. Ну, вернее, не наборов, а из этих, из коллекций. Есть и наборы, да. А вот, кстати, вещи, кому интересно. PlayStation 3. Без жесткого, но она рабочая. Хотя есть некоторые вот с ошибками. В общем, средняя цена за PlayStation 3 3300 йен. А вот Nintendo Wii цена 1000 йен. А за Xbox 360 2200. А вон там Wii U за 4 400. Он полный комплект, правда, без коробки. Ну, в общем, есть из чего выбрать. Вот такой вот магазин. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok